В общеобразовательной школе номер 8 собралось немало людей, пришедших проверить состояние своего здоровья. Попасть на прием к терапевту, педиатру, неврологу, хирургу и другим узким специалистам. В кабинете врача-окулиста проверяли глазное дно с помощью офтальмоскопа. Аппарат обследует сетчатку, диск зрительного нерва, сосуды глазного дна. Не расширяя зрачки, можно посмотреть глазное дно, определить какие-то изменения есть или нету и соответственно уже назначить лечение. Конечно, обследование скрининговое, но выявляет довольно много изменений. Офтальмоскопия является одним из важнейших методов диагностики заболеваний глаз. Помимо глазных заболеваний, помогают в диагностике таких патологий, как гибертония, диабет и многих других, так как именно при этом исследовании можно визуально оценить состояние сосудов человека. В отдельном кабинете медработники забирали кровь на анализ, определяли уровень холестерина и глюкозы. В спортзале школы жители станиц измеряли рост, вес и артериальное давление. Нарушения в работе сердца специалисты выявляли с помощью ЭКГ и кардиовизора, эффективного скринингового метода для раннего выявления метаболических изменений миокарда. Все желающие прошли в спресс-диагностику функционального состояния сердца. Работа кардиовизора основана на компьютерном расчете электромагнитного поля, возникающего при работе сердечной мышцы. Компьютерная программа выводит обработанную информацию на экран, и пациент может не только прочитать результаты диагностики, но и увидит трехмерный электронный портрет своего сердца, где различными цветами окрашены проблемные зоны. Интересно все-таки уже возраст измерить сахар, проконтролировать давление, ЭКГ, холестерин. Ну здесь комплекс врачей, очень даже удобно, то что сразу какие-то врачи как что-то выясняют, дадут консультации. Многие жители не могут выехать в Анапу, здесь очень много русских специалистов, которые недоступны пожилым людям. Здесь и кровь принимают, и можно УЗИ пройти, и всех русских специалистов. Поэтому еще раз большое спасибо главе, что позаботился о жителях станицы. Следующий день здоровья пройдет в эту субботу, 7 декабря, в поселке Сабанабалка. Реализация всего комплекса профилактических мероприятий губернаторской стратегии «Будьте здоровы» уже позволила добиться определенных положительных результатов, динамики показателей здоровья населения курорта и Краснодарского края в целом. Во время Дни здоровья в Анапе уже спасены десятки жизней анапчан и выявлено на ранней стадии много серьезных заболеваний.